Это знаковое место для поколения комсомольцев. На таких, как Павка Корчагин, литературного героя произведения Николая Островского «Как закалялась сталь», тогда хотели быть похуже все. Я присутствовала, когда было открытие этого памятника. Я работала тогда в школе сельской в Агерском районе. Мы собирали металл, макулатуру на то, чтобы создать этот памятник. И его сохранили. И вот теперь, в 100-летний юбилей комсомола, сюда пригласили всех секретарей горкомов комсомола, которые работали в разные периоды времени. Сегодня им вручили знаки почета признания сочинцев и благодарственные письма. А многие участники пришли на митинг с комсомольскими билетами. Я взял с собой удостоверение комсомольское, когда я начинал в комсомоле. Правда, начинал с 1979 года, это с 1982 года. Тогда еще работал в Крайкоме в Краснодарском комсомоле БМТ «Спутник». Сейчас такой организации нет, но мы ее помним. Этот праздник – это наша молодость. Вот я его с собой привез. Политическая молодежная организация под названием «Комсомол» в нашей стране родилась 100 лет назад. В Сочи активисты в ЛКСМ появились спустя два года. Это была молодая и самоактивная часть населения. Первые комсомольцы наводили порядок в городе, проводили воскресники, помогали бороться со всеобщей безграмотностью, выезжали на сельскохозяйственные работы, организовывали кружки художественной самодеятельности. А в 30-е годы в Сочи приехали комсомольцы со всей страны. Здесь была ударная комсомольская стройка. То, что построено руками молодых, до сих пор функционирует. Здание, в котором с 1988 года находится Сочинский художественный музей, является памятником архитектуры 30-х годов прошлого столетия. Сначала там был административный центр уполномоченного в ЦИК, а потом долгие годы центр советской власти, горком КПСС и горком ВЛКСМ. В комсомоле состоялись с 14 лет до 28. В память о прошлом бывшие комсомольцы высложили сегодня цветы к памятнику Ленина, а у здания художественного музея открыли памятную доску и высадили дерево. Вспоминали и о тех комсомольцах, кто защитил страну от фашизма. Во время Великой Отечественной войны, конечно, те медсестры, молоденькие, они тоже были комсомольцами. Те наши сочинцы, которые пошли воевать и ценой своей жизни защитили родину от фашизма, они тоже были комсомольцами. Те сочинцы, которые потом восстанавливали Сочи, которые создавали Сочи, создавали курорт Сочи, это тоже были комсомольцы, поэтому великих дел у комсомола очень много. И мы сегодня в дань уважения к этим замечательным людям проводим эти мероприятия. А в Зимнем театре совсем юные сочинцы сегодня создавали атмосферу комсомольских будней. Со сцены звучали песни тех лет. И в зале было кому подпевать. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.